Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал Юлика Летлок. У меня отпуск начался неделя. Неделя отпуска. Правда, я за эту неделю взяла себе три лишние смены, но об этом вы уже знаете. Но сам факт, у меня впереди хотя бы 5 дней просто безделья. Ничего не хочу, ничего не буду делать, буду тупо отдыхать. Наверное. Ну посмотрю, буду для вас видосики пилить. Знаете, на работе вчера такая, говорю, блин, я забыла, что у меня отпуск. Они такие, как можно забыть об отпуске? Я говорю, вот так вот. Говорят, я что-то планирую? Я говорю, нет, просто планирую лениться. Они такие, ну это тоже хорошее дело, тоже надо иногда. У нас сейчас очень тяжелые пациенты в отделении, прям, вы знаете, какой-то наплыв. Либо осень сказывается, либо все-таки, вы знаете, прям вот чувствуется иногда такими волнами пациенты, то легкие, то настолько тяжелые. У нас очень много пациентов, которых надо кормить. У нас очень много пациентов, которых кормят внутривенно, которых кормят через назальный зонд. И сейчас каждый день это просто настолько сильная нагрузка идет, как морально, так и физически. Плюс у меня сейчас ученик, у которого вообще первая практика, она просто в шоке от виденного. Я говорю, а как ты пришла на первую практику сразу в больницу? Ты вообще, как бы, только начала. Она вот училась только полгода, и она вот с этой медициной, медицинской, как сказать, так сказать, наглядной жизнью вообще не сталкивалась никогда. Она просто в шоке, очень медленная. Ну, научусь ему, что могу. Я ей говорю, что я от тебя требовать сильно не буду. Я понимаю, что это первая практика. Я не могу от тебя требовать много. Если ты чего-то не хочешь сделать, как бы, не делай. Ну, например, там, конюлю ставить, там, или назальный зону вставлять, как бы. Я от нее этого не требую. Я от нее сейчас пока буду требовать первую сходу. Именно вот самый такой простой уход, чтобы она умела это делать, чтобы она вообще понимала, что, зачем. Немножко врубилось, что такое пациенты после инсультов вообще, какие у них препараты они принимают. В основном у нас наше отделение специализируется именно. Вообще в общих чертах она хотя бы вот это, чтобы ты понимала, потому что во всю нашу вот эту жизнь больничную вникнуть она за 6 недель, конечно, не вникнет на первых порах, потому что сейчас вот с приходом этой новой программы Апотти, кто знает, кто живет в Финляндии. Это вообще кошмар, кошмар. У нас работы, по-моему, не только она, не то, что нам она облегчила работа, она усложнила нам работу во много раз. Не в плане того, что там тяжелая какая-то система, нету. Как-то больше стало всякой возни, беготни вот с этим, чтобы отправить пациента домой. Иногда просто до абсурда доходит, когда, например, у пациента нету кровати дома, и мы должны организовать ему эту кровать, то есть звонить родственникам, чтобы ему купили. Ну, бред полный, на мой взгляд, потому что я считаю, что больница этим не должна заниматься. Это вообще проблемы родственников, скажем так. И когда начинается, а как же кровать, у него нету дома кровати. Ну, это вообще наша проблема, что у него нет дома кровати. То есть, даже вот такой вот. Так что, вот такие вот делишки. В воскресенье у имели соревнования. Пока у нас, фу-фу-фу, не закрывают ничего. Я надеюсь, не закроют школы. Я очень надеюсь. Но, скорее всего, ведут масочный режим. Не знаю, как будет этот вот толк, потому что заболевших очень много. И в столичном регионе особенно, потому что здесь большое скопление людей. Но, знаете, в маске мы переживем масочный режим. Маски дают. Кто, кстати, живет в городе Ванта, маски в количестве 20 штук вы можете получить в своих поликлиниках. Посмотрите, где их выдают. Посмотрите на странице города Ванта. Выдают 20 штук в руки. Закончится. Берите еще. Они бесплатные. Сейчас выдают нам даже в больнице вот эти матерчатые маски. И нам тоже выдают. Как бы, чтобы для личного пользования не на работе. Так что, с масками проблем быть не должно. Если не на что купить, вам дадут их бесплатно. Ну и, если правительство вводит такое чрезвычайное положение масочный режим, я считаю, что маски надо получать бесплатно, а не покупать. Так что, идите и получайте маски. Я пойду. Время полпятого. Ужинать. Друзья, всем приветики. Добро пожаловать наш канал Юлика Лайф Влог. Мы сегодня с Эмилией приехали с тренировки. Вернее, не с тренировки, а с соревнований. Эмилия у нас пятая из девяти. В принципе, результатом мы довольны. Немножко со скакалкой можно было бы лучше, но у нее скакалка ей маленькая. И тренер не разрешил менять перед соревнованиями, потому что она как бы делала все упор на именно ту скакалку, которая у нас есть. Мы купили ей скакалку новую. Представляете, 25 евро стоит. У нас такая фигня, что Эмилия тренируется только с такими скакалками жесткими. Вот кто в гимнастике, кто знает, что они разные есть, Эмилия только с такими может. И тренер сказал, что та же скакалка, да, та же скакалка именно по качеству. У Эмилии у нас два купальника новых. Я сейчас вам покажу эту красоту. Сейчас только свет включу здесь. Вот у нас новых два купальника на этот сезон. Этот у нас под обруч. Обруч у нас тоже новый перетянут. Этот мы шили в Эстонии. Сейчас покажу, в каком ателье, вот кто хочет. Сейчас, вот. Вот такая вот фирма. Это второй у нас, вернее, третий уже купальник от них. Нам нравится, как они нам шьют. Хорошие камни. По нашему, так сказать, эскизу. То есть мы посылаем, как мы хотим. Они рисуют, и мы выбираем уже. Такой вообще тяжелый, дорогой. Крутяцкий. Они еще спросили, как будем шить, бюджетно или нет. Мы сказали, эх, гулять так гулять. Делайте небюджетно. Эмилии очень нравится этот купальник. И этот купальник шит в ателье Артспорт. Он вообще шикарно тоже смотрится. Он более зеленый. Камера сейчас выбеляет их. Он более яркий такой. Но он садится вообще, как вторая кожа. Этот у нас как раз под скакалку, под новую, которую мы купили. Кого интересует цена, вот этот нам обошелся в 300 евро. Этот в 22 тысячи рублей. И я скажу, что очень повезло. Мы очень бюджетно его сшили. Потому что здесь Сваровский. Здесь хорошие камни тоже. И он сшит как бы по очень таким хорошим лекалам. Все купальники сшиты без примерки. Но сидят все идеально. Так что вот эти два ателье я могу прямо рекомендовать. Это может быть немножко дороже будет. Это чуть-чуть подешевле. Но тем не менее здесь камни стеллюкс. И очень хорошо сидят. Оба купальника. Вот у нас три. Это уже третий. И мы очень довольны имечем. Сколько у нас было от этих фильмов, которые вот это? Это первый у нас. Вот от них. Да. А у нас все время будет? Ну, возможно, если будем продолжать. Арт-спорт. Ну, у них, конечно, дорого от спорта. Мы, может быть, не потянем так, конечно, в ценовой категории. А это сколько? Этот. Ну, 22 тысячи рублей. Нам повезло, был хороший курс. Это сколько? Я не понимаю. Ну, около тоже, около, что-то 330 евро, что ли, там нам обошлось. Сейчас 5 часов, еще до этого мы заехали к бабушке за грибами. Потом я заехала к знакомой. Попили кофе, посидели. Сейчас вот варю суп куриный, потому что утром сварила ножки детям. Быстренько делаю там в духовке что-то. Сейчас себе буду делать фарш. В общем, отпуск начался, называется. Друзья, всем доброе утро. Не удивляйтесь, у меня красный нос. Я только что проводила Эмилю до остановки. У нас каникулы. Весенние и осенние каникулы. Время 15 минут 11. У нее тренировка с 11 до полу второго. Да, 2,5 часа каждый день, но хорошо выходные, свободные. В выходные мы взяли билеты на фильм детский домовой. Не знаю, сколько он детский, но написано, что фильм сказка, в общем. Пойдут они с подружкой, мы пошатаемся в это время с подружкиной мамой по трипле. В трипле, кстати, да, очень много русскоязычных мультиков. И именно дублированных на русский язык и фильмов также очень много. И решили, что пока каникулы, пока все это не закрыли, потому что это такое чувство, к этому все и идет. Пусть сходят нам в сеанс. В общем, Сандер отказался. Я ему предлагала своего другом идти. Он сказал, что там болтать можно будет. Я говорю, ну ты будешь мешать другим. Нет, тогда я не пойду. Ну, бою дело предложить. Сейчас сидела, тоже читала в фейсбуке посты о том, что если карантин, люди тоже в замешательстве, там в Россию, в Эстонию. На самом деле, можно ездить, если ты работаешь вообще без проблем, то есть никакого карантина у тебя нету. Если вот я сейчас поеду в Эстонию и поеду обратно, меня пропустят и карантина у меня не будет. Потому что у меня, я живу здесь в Финляндии, и у меня рабочее место постоянно в Финляндии. Но многие катаются вот так вот, потому что, ну, просто катаются, вы стоите на курачу, к зубному, там еще куда-то. На самом деле, люди вообще не понимают всей ответственности, на мой взгляд, да. Вот хочу и поеду. И, ну, вот из-за таких, как вы, потом вообще закроют все границы. То есть, чего вам не сидится? Вот надо именно вот поехать там, кто за сигаретами, кто за алкоголем. В общем, люди ездят без задней мысли, вообще не думая о последствиях, о том, что потом человеку, когда надо будет, он не сможет поехать, потому что все будет закрыто. Вот именно когда очень надо будет, какая-то причина будет веская, а не так, что тупо за продуктами и тупо за алкоголем. Знаете, я бы тоже могла сейчас ездить, у меня отпуск, но я не еду, потому что я знаю, что я могу привезти какую-нибудь заразу с того же корабля. Здесь, хотя мы стараемся уже в торговых центрах ходить в масках, хотя, вот если ты здоров, в принципе, маски не нужны, но чуть-чуть чувствуешь, конечно, какую-то безопасность. Масок много, город Ванта маски раздает, и если на тебя кто-то чихнет, ну, главное успеть вовремя закрыть глаза, потому что слизистые, опять же, и сразу же поменять маску. Вот и все, и продезинфицировать руки. Это как-то, да, убережет. Так что вот так вот, ну, кто, конечно, больной, чихающий, маски вообще обязательно надо носить, обязательно надо носить. Так что вот так вот, я считаю, что все вот эти вот поездки, люди вообще не понимают всей проблемой и чем это может вылиться. То есть сейчас и так старались это растянуть, этот карантин, как можно уже не закрывая границы, все такое, чтобы была возможность людям ездить, если есть острая необходимость. Но катаются, надо, не надо, а мне все равно, знаете, потом, а у меня никакого не было карантина. Многие вот вообще не работают, как бы катаются. Конечно, как вы с карантином не работаете? В принципе, без разницы. У нас на работе тоже не сажают на карантин, но обязают. Мы сейчас все ходим в масках, и если вот у кого был шанс заразиться, те вообще питаются отдельно, в отдельных комнатах, с нами не контактируют. Но тоже, по-моему, бред полный, потому что к пациентам они все равно подходят. В общем, вот так вот. И еще что-то хотела сказать. А, у нас одна, я тут недавно говорила тоже с одной девушкой, она сказала, что если бы сейчас была такая возможность, они бы поехали всей семьей куда-нибудь в испанию отдыхать. То есть ей вообще пофиг на вот этот, на вирус. Я говорю, ну тебе пофиг, ты молодая, ты как бы переживешь, чтобы ничего не случиться, но ты можешь этот вирус привезти сюда и заразить свое окружение. Опять же, ту же старую маму, старого папу, который потом по твоей вине, прости господи, что-то с ними случится. Люди вообще, говорю, не понимают всей серьезности происходящего. В плане того, что вирус есть, да, но, возможно, он не так опасен, как его тут раздувают. Вот, но то, что группа риска есть определенная, она как бы от этого никуда не деться. И люди должны понимать, что ты сам не заболеешь. Вернее, ты заболеешь, ты перенесешь его легко, либо ты будешь относительно бессимптомным, но ты заразишь другого, который в группе риска, и он просто кони, просто кони, двинет кони, в общем. Он, впоследствии, могут быть самые плачевные у него. Вот, вот, что хочу я донести до вас, боже, что мой язык-то не работает, с утра еще кофе надо пить срочно. Сегодня еще поеду с Эмилией за мячиком, везут мне его как раз из Эстонии. Ну, человек здесь работает, и он каждый выходной ездит в Таллинн. Вот, опять же, им можно ездить, опять же, кто работает вот здесь вот из Эстонии, да, у них никакого карантина, они ходят на работу. Ну, бред полный, типа они в Таллинне, там вот приехали и дома сидят. Нет, конечно, они по торговым центрам ходят, и по магазинам, и вовсюду. То есть, если уже делать карантин, делать его по полной, чтобы никто никуда не мог сходить, на мой взгляд. Сегодня еще мы пойдем сдавать Эмилину бутылки, и расскажу вам немножко о карманных деньгах наших детей, из чего они состоят, сколько примерно, на что они их тратят вообще, сколько мы их денег им даем, и, на ваш взгляд, сколько должен ребенок получать, в каком возрасте карманные деньги, и вообще, нужна ли ему банковская карточка. Ну, об этом все будет впереди, так что оставайтесь на связи. Субтитры подогнал «Симон»!